Друзья мои, всем привет! Начинаем второй день на нашей стройке. Делаем студию в каркасном строительстве. Сегодня наша задача будет утеплить стены с помощью утеплителя, канавка стена. Сделаем утепление, где надо будет под пенем напыляем утеплителем. И в общем будем двигаться дальше по утеплению каркаса данного сооружения. Процесс потихонечку я буду показывать, рассказывать. Ну и где-то что-то вы можете меня поправить, если что-то где-то я буду делать не так. Ну это в общем внизу под этим видео. Ну а пока поставьте пальчик вверх для того, чтобы поддержать меня в моих начинаниях. Потому что каркасное строительство для меня это новинка. Ну и в принципе дальше будет отделка, это уже мой профиль. Пока движемся дальше. Всем хорошего дня! Итак, как я уже говорил, сегодня мы будем заниматься утеплением вот этой стены. Вот таким вот утеплителем, канавка стена, без смол. Это у нас соточка для того, чтобы целиком сразу заполнять это пространство. И у нас не было лишних зазоров. Будем использовать ветро-влагозащиту. И здесь мы может еще сделаем пароизоляцию. Но это все зависит от того, насколько это будет необходимо. В принципе можно обойтись и без пароизоляции, потому что здесь у нас не влажное помещение. Ну так как она у нас где-то есть, поэтому мы его будем использовать. Ну скорее всего будем. Посмотрим. Пока все. Сейчас лишнее то, что нам не нужно, я вынесу на улицу для того, чтобы освободить большее пространства для работы. И помощник сегодня ко мне еще приедет, который будет помогать мне тоже в этом деле. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Итак, завершили сегодняшний рабочий день. По плану у нас все прошло успешно, так как и планировали. Использовали пароизоляцию, использовали ветрозащиту, использовали утеплитель. Все это в аккурат расположилось на этой стене. Также мы еще частично зацепили эту стену, немножко переделали электропроводку, вывели из стены. И поверха нам еще придется доделывать. Там наверху у нас пока не зашито, потому что нужно фигурно вырезать ОСБ, поэтому мы его пока оставили. Мы это делаем сейчас целые кусочки. И по вот этим краям, там нужно будет дополнительно закрепить брусок со срезом сколько-то градусов. Мы пока не знаем точно, но чуть позже это выясним. И будем уже крепить его по факту. Так, ну что ж, вот такой фронт работы, который выполнен за сегодня. Работы движутся. Помещение становится теплее, хоть и на улице тоже немножко греется. И тем более пока эта стена у нас еще не утепленная. Солнышко с той стороны пригревает ОСБ, и он тепло отдает в это помещение. Скоро мы здесь все утеплем. Также еще хочу сказать, что в этой зоне и в той зоне, где будет санузел, у нас еще предполагается два окна. Мы их будем делать позже. И мы будем делать это все под заказ, по нашим размерам, так как надо. Кстати, кому интересно, могу потом дать координаты того магазина, где мы будем заказывать окна. Потому что вот эти два окна, которые здесь и здесь, мы это тоже делали под заказ, по нашим размерам. И в принципе в короткие сроки и не по дорогой цене. Это все тоже нужно учитывать, когда вы делаете стройку. Кстати, у нас пароизоляция закончилась, ветрозащита осталась совсем чуть-чуть. Поэтому сегодня или завтра я съезжу в магазин за дополнительными рулонами. И кстати, вот эта вот напыляемая пена тоже решил все-таки закупиться побольше. Потому что очень кайфово использовать ее вот по таким вот местам. И там вот по верхам, когда не очень удобно засунуть туда утеплитель. Можно с помощью этой пены заполнить пространство. И будет уже меньше вероятность того, что снаружи холодный воздух будет попадать в помещение. Вот. Пока на этом все. Вторая часть нашей серии про ремонт студии завершилась. Также пальчик вверх. В комментариях что-нибудь. Ну и все. До новых встреч, до новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok